Игровой антикафе Процессор Intel Core i7 4710HQ С номинальной тактовой частотой 2,5 ГГц Который может автоматически увеличиваться до внушительных 3,5 ГГц Мощности Core i7 достаточно, чтобы ноутбук в фоне выполнял тяжелые задачи Скажем, обрабатывал ваши видео или экспортировал фотографии Вот у меня в Lightroom последний фотосет Сейчас я поставлю его в обработку И пока это происходит, давайте посмотрим, как ноутбук справляется с третьим кризисом Это версия V17 Цифра означает диагональ экрана А внешне стильный черный ноутбук с красной подсветкой клавиатуры Из коммуникации здесь быстрый Wi-Fi последнего поколения Ethernet, Bluetooth, например, можно подключить беспроводную гарнитуру, чтобы удобнее общаться в играх Или игровые наушники 17 дюймов С разрешением Full HD технология IPS не поставит рекорды по плотности пикселей И слава богу, потому что чем больше пикселей, тем выше нагрузка на видеокарты Я не встречал пока игровых ноутбуков с экранной высокой плотности На которых можно было бы комфортно играть в номинальном разрешении А у VENITRO в современных шутерах и не говоря уже о танчиках Читата смены кадров отличная Проверяй, но проверяй Вот это у меня не хитрая игровая мышка, а специальный цветокалибратор При помощи которого мы сейчас и проверим Как у Acer VENITRO с цветом, яркостью и другими параметрами экрана На рабочем месте или дома можно по HDMI подключиться к большому экрану Например, монитору, проектору или даже телевизору При этом звук по HDMI может передаваться даже на систему 7.1 Это, конечно, если она у вас есть Без проблем можно сделать из VENITRO домашний кинотеатр Как нормальный диванный боец Я не люблю играть тяжестями На самом деле, к счастью, проходят те времена Когда игровые ноутбуки были толстенными и тяжелыми Даже 17-ка легко помещается в компактный рюкзак А 15-ка еще меньше, тоньше и легче Батарея емкостью 4450 мАч Позволяет этому ноутбуку работать до полутора часов в играх И до 4,5 в очных приложениях И это очень неплохо для мощной игровой системы Цифры так отличаются, потому что в играх работает мощный дискретный ускоритель GeForce 860m А в обычных приложениях интегрированные от Intel, потребляющие намного меньше энергии К тому же, процессор Intel Core i7 умеет переходить в экономичный режим, что способствует времени автономной работы Сколько здесь данных для хранения игр и программ? В базовом варианте два диска Один твердотельный, он очень быстрый и позволяет моментально запускать приложения Второй обычный на 1 терабайт На него можно записать фильмы, музыку, фотографии и любой другой контент А еще здесь есть слот для карт памяти SD Плюс 4 порта USB, из которых 2 суперскоростные У меня есть поговорка Оперативной памяти много не бывает В Aspire V Nitro ее установлено 12 гигабайт И, кстати, обычно на игровые ноутбуки он в два раза меньше Подведу итог Четырехъядерный процессор Intel Core i7 12 гигабайт оперативной памяти И мощная видеокарта Конечно, этот ноутбук справится с любыми современными играми С нормальной детализацией и высокой частотой смены кадров При этом, понятно, что он справится и с любыми другими задачами Его можно использовать, например, для обработки фотографий Редактирования видео Или работы с любыми ресурсоемкими приложениями У меня же нормальный диванный боец У меня же котиков М-видео Нам не все равно